Ты верующий? Ты кто? В Бога веришь? Вот только не ругайся никогда, плохие слова не говори, потому что Господь за каждое слово праздное накажет. Может, я разговариваю, я думаю, что это мальчик? Или ты девочка? Мальчик. Мальчик. Ну, только ты не думай, что я нарочно сказал, потому что трудно определить. Мужчины бороды бреют, женщины волосы стригут, и не поймешь. Поэтому, если у вас что-то есть по душе, о Боге спросить, вопросы какие-нибудь по жизни, можете задавать. Только не ругайтесь, прошу, пожалуйста. А почему у тебя борода? Потому что я мужчина. А у женщины не растет? А не растет, нельзя, зачем трогать-то? Почему у тебя брови, я спрошу, зачем тебе брови нужны? Нет, а зачем тебе такая большая борода? Ну, такая, какая есть. Я христианин, и поэтому покоряюсь Богу. Меня Бог сотворил, и тебя сотворил Бог. И ты заранее скажи, что бороду трогать никогда не будешь. Почему у тебя глаза вот такие, а ты скажи, так Бог сотворил? Почему уши такие, нос такой? Бог сотворил. Он меня сотворил в утробе матери. Родители не знают даже, кто я буду, какой. Бывает, рождается слепой. А мы с тобой зрячие, друг друга видим. Нет, я нет. А, ну, ладно, это... Ну, все равно у тебя глазки-то хорошие, я вижу. Чистые. У вас дома вот такая книга есть или нет? Нету. Вот это главная книга мира. В ней есть книга такая, там, внутри. Это 77 книг. Она называется вот так вот. Это Евангелие. А посреди Библии там есть такая книга, вот эта. Ей 3000 лет. 3000 лет. Это молитвы. Как Христос пришел на землю, умер за наши грехи, ждет, чтобы пришли с покаянием. У меня детская есть Библия. Детская, она краткая. Она, хоть и Библия называется, но она, конечно, словами своими передана. А Библия, это точно так, как Бог сказал, как Дух Святой научил. Вот как. Я вот был начальником детского лагеря 45 лет. Сами образовали лагеря. Правеславные дети были. У нас особый порядок. Рано вставали сюда в 5 часов утра. Копались 5-6 раз в день. Купались, рыбачат, на лодках плавают, на лошадях кататься, чтобы умели. Все у нас было. За ягодами ходили. Вы из какого города? Город Барнаул. Алтайский край. И вот у нас православная деревня, все верующие, учителя верующие, православные. Брат у меня с священником. И мы взяли землю и построили храм. Храм, храм там, там моления идут. У тебя какие-нибудь вопросы есть, нет? Не знаю. Не знаешь. Но вот если ты думаешь когда-нибудь побеседовать, то запиши, как меня звать. Игнатий Лапкин. И в скайпе ты меня найдешь сразу. Игнатий Лапкин. Запиши. Ты меня найдешь. Игнатий Лапкин. А если вы зайдете на наш канал, YouTube, в канал, в Осетии Библии, у нас там 14500 роликов. А сколько подписчиков? Подписчиков 32 тысячи. А посещаемость 32 миллиона. А меня пропиарите? Обязательно даже. Мы записываем все это, будет в интернете стоять. А это в ВВК есть? Что? В ВКонтакте есть, но я там не бываю. Там администрация работает. У меня Facebook, Twitter, Instagram, везде все есть. Одноклассники. Я нигде не бываю. У меня только мой мир. А в моем мире, если Игнатий Лапкин зарядишь, там 22 тысячи фотографий наших. 22 тысячи. Там все, как живем мы, как молимся, как свободное время проводим. Купаемся, сами дороги строим. Я там, если что, отправил вон. Хорошо. А тут сейчас я прочитаю. Мой Герман Пирогов. Вон как. Ну вот, понимаешь, я ВКонтакте-то не бываю. Ты меня только запиши, Игнатий Лапкин. Если напишешь что-то, то мне передадут. Это, администрация. Я туда не захожу, у меня времени нет. У меня очень большая почта. Большая. Я утром, ночью встаю с двух часов. И вот до самого, сейчас, уже сколько здесь? Час. Ну, считай, 6 часов я уже нахожусь в интернете. Каждый день 14-16 часов. Сколько вам лет? 80. Тебе-то поменьше, наверное. Да. Вот. Ты мой путь не, вряд ли пройдешь. У меня интересный такой жизненный путь был. Вот мне Господь позволил написать 38 томов книг. Вы книги пишете? Я много вел занятий в пяти университетах, в 13 школах. Три радиопрограммы вел. У меня много вопросов. И они на нашем сайте. Вопросы. А детское воспитание, там обо всем. 55 папок. Каких вы ютуберов смотрите? Что смотрим? Фильмы? Ютуберов. В ютубе? На что смотреть-то? Вот мы вчера смотрели тут, как там один невинно обвиненный, он сбежал. А так наш ютуб во свете Библии, наш канал. Во свете Библии. Наш канал равных не имеет. Настолько он богатый, всесторонний. Мы проехали, я решил подарить книги, мы проехали по карте. Посмотри, где находится Владивосток. Порт Находка. А потом мы проехали до Лиссабона, Португалия. Видел где? Через Германию, Францию, прошли Турцию, Скандинавию прошли, Прибалтику. Везде я дарил книги. 650 городов и сел посетили. Нифига. Да. Много ездил я по Америке, выступал, о боге говорил, потому что у меня интересная биография. Прошлые годы нас сажали за это дело. Я прошел пять тюрем, за слово Божие. Теперь реабилитирован, все. И поэтому приглашали за рубежа, они уважают таких людей. А вы верите в другую жизнь? Например, кошка в следующую жизнь родится? Нет, не будет. Только человек в следующую жизнь будет. А животные будут там, но которые здесь уже сдохли, не умерли, а сдохли, значит, их нигде уже не будет никогда. Они превращаются в землю, все. А у тебя что, кошки есть? Нет. Нет, а посмотрите, сейчас покажу. Подожди. Это что? Что такое, а? Голубь? Голубь. У меня голуби. Большие голубятни у меня, две голубятни. А это в доме вывелся. Я люблю голубей. Вот они, голубка, видишь? Он пищит. Это голубенок. Маленький? Да, видишь, какой у него хохолок на голове. Они очень породистые. А они в воздухе, турманы, переворачиваются вот так, летят. А какой. Видишь, я его держу, и он сам сидит. Вон, посмотри, какой мальчик интересный. Ну-ка, гляди на него. А у вас собак есть? Вот я скажу тебе сейчас. Когда мы ездили, мы проехали 120 тысяч километров. И с нами ездила собака. Мы трое, два миссионера и шофер. И собака, ураган называется, немецкая овчарка. А я раньше занимался в уголовном розыске. Уголовный розыск, это милиция, полиция. И я дорогой с ним занимался. А он, у него хозяин, кинолог. Кинолог, это дрессировавших собак. И он стал чемпионом Сибири. А когда из второй поездки вернулись, он стал чемпионом России. Выиграл все призы. Ураган звать его. И на нашем ютубе, если зайдете, вы там найдете. Вы увидите, как эти собаки с ними занимаются. Как они там плывут. Ну, все интересно так. Как ребятишки там с собаками возятся. А кошки у вас есть? Кошки есть. И кошка ни одна, и ни две. И получилось так, что пришлось с улицы девять кошек. Три черные. Да, мы держим их в трапезной под полом. Они на улице замерзали щита. Мы их всю зиму кормили. Они черные-черные. А в доме у меня живут рыжие. Одна палевая, такая пушистая-пушистая. Ее котенок вырос большой, белый. Они у меня на чердаке сейчас утром туда брат их заносят. Потому что раз у меня голуби, там и пшеница есть, и мыши. И они их там гоняют. И через стенку отдали. Там тоже рыжий котик живет. Мать у него белая. И сестренка такая, как бы серенькая. Получилось так, что всегда было три кошки. А в эту зиму ушло девять. Чужих пришлось взять. И они никому не нужны, замерзают. А тут у нас они сытые, справные. Такая шкурка блестит у них. А у вас это чисто свои собаки есть? Прямо сейчас вот уху. Вот сейчас у меня нету. У меня условий нет держать. Да и трудно держать. Маленьких никогда я не держал. А только взрослые. Большие собаки. Вот я занимался всегда в милиции. По преступнику найти, чтобы она собака нашла. Это я много занимался. Это в уголовный розыск. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Я работал тут с малолетними преступниками в тюрьме. Потому что эта система мне известна. Мы несем туда Евангелие. Рассказываем о Христе. Я три радиопрограммы постоянно вел. Поэтому большой охват населения. Ясно. Вот так. Если вопросы будут какие. Просто зайди в скайп. Попроси, чтобы помогли тебе. Игнатий Лапкин. И ты на меня сразу выйдешь. Я один в интернете с этой фамилией и с именем. Скажите еще раз фамилию. Игнатий. Игнатий Лапкин. Есть лапа. Допустим у кошки. А это Лапкин. Вот запишите. Там много роликов против нас. Там такие люди, которые недовольны. Ты их не гляди. Они не нужны. Это недобрые люди. А наш именно канал. Игнатий. Лапкин. Все записал. Вот. Если зайдешь на YouTube, ты там увидишь море информации. И как мы молимся. И как дети играют. Как мы сделали горку. Ну там все. На абсолютном все. Мы ничего не приукрашиваем. Не составляем. Вот как говорим, так и будет. Вот мы с тобой сейчас говорим. Как так все и будет поставлено. Вот если будут вопросы, потом можешь по скайпу зайти. И там беседовать. Но тебе сколько лет-то? Четырнадцать. Четырнадцать. Но еще несовершеннолетние. Поэтому желательно очень, чтобы когда я буду беседовать с тобой, чтобы рядом родители были. Чтобы они о вас не беспокоились. Что я плохому вас не научу. Мы говорим, чтобы люди ходили в церковь, слушались родителей. Никому в дом не заходи. Всякие пакости люди делают. Нигде. В школу сходил и домой бегом. И на этом все. Сейчас, подождите. Вот я зашелся. Да. Скажите мне, что это. Сейчас, подождите. Это вот этот, да, канал? Ну, хорошо. Хорошо. Вот это самое. Он наш канал. Абсолютно точно. Тридцать тысячи. Да. Скажи, что... Тридцать три тысячи подписчиков. Да. Но у вас не видно, если вы зарядите обо мне, там, количество посещений. Тридцать два миллиона. Просмотров. А вы сейчас рулетку снимаете? Ну, да. Мы все снимаем. Мы пришли сюда людям о Боге рассказать. Потому что здесь много безобразия. А людям все равно... А вы что, и сейчас снимаете? Да. А у нас все автоматически снимается. И вы будете выкладывать? Обязательно даже. Зачем? А как зачем? Люди пускай учатся, что молодой человек, 14 лет. И так он умеет разговаривать без руганий. Это хороший пример ты подаешь. И ты не хохочешь. Как вот несколько такие школьники на меня попадают иногда. Хохочут там, тыщут пальцами. Кричат там, то хатабы, что еще чего-нибудь. А как будто вот, как будто зверинца выпустили зверюшек. Они разбежались. А с тобой у меня нормальный разговор, как с равным. А когда вы будете видео выкладывать? Ну, когда? Наверное, завтра. Если это все благополучно будет. На нашем канале, вот на этом. И там ты сам будешь видеть. Название будет дано божественное какое-то. Например, пустите детей приходить ко мне. Ко мне с большой буквы. Это Христос говорит. Или так такое, чти отца и мать. Такой какой-то разговор, указаны цифры. Какая книга, глава, какой стих. Я не называю так, чтобы броска в глаза, там, обернитесь, взрывает интернет. Нет. Вот у нас есть ролик. А там будут видеть? А там будут видеть, что я написал, что мой ВК Герман Пирогов? Нет, нет. Да там не видно, наверное. Я не знаю. Думаю, что нет. А что это скрывать-то? Ты все равно же Германом останешься. Ничего у тебя не видит. Я думаю, нет. Если вот когда днем-то я бы снимал, второй хлопчик пришел. Зайдите в ВК, я вам сейчас сообщение напишу. Вот. Вы там будете писать. Я там не бываю. Администрация. Они там посмотрят и перешлют. Но это долгая история. Лучше всего зайти в мой мир. Называется Mail.ru. И в моем мире Игнатий Лапкин. И там вы 22 тысячи фотографий наших. Представьте себе. И тут я бы отвечать... Вы туда сегодня зайдете? В мой мир обязательно. Я в моем мире. Я вам сейчас сообщение... Вот в моем мире я вам отвечу. Что мы разговаривали где. Какой город-то у вас? Татарск. Татарск? Да. Так это где? Вы не в Алтайском крае? Нет, Новосибирская область. Ну, это соседи наши. А мы Барнауля. Алтайский край. Если что, мое имя и фамилия будут написаны у вас тут. Хорошо. Тут я могу ответить. Ну, а если поговорить, то по скайпу. Игнатий Лапкин. И вы увидите там. Вот раз ты нашел, не теряй теперь открытым оком. Где там какие люди пакости говорят? Никогда не смотри. Потому что это враги Христова. Они нападают за то, что мы делаем правильно. Они завидуют мне. Вот я написал. Вот я чешу. Так. Юрий Пирогов. Видишь, вот видно там коричневым цветом написано. Если вопрос... А сколько вам денег платят за видео на канале? Нисколько. А кто будет платить? Да мы наоборот Бога благодарим, что нам дают там место. Может кто-то и берет как-то, а я ни копейки никогда не беру. Вот даже 45 лет я начальник детского лагеря, я ни одной копейки не получил. Мы делали все бесплатно. Вот я преподавал в пяти университетах сразу, в институтах. И нигде не получил ни одной копейки. В одном университете только 18 лет. Мы делали... А вы с телефона сидите или с компьютера? Я сижу за компьютером, это стационарный процессор и монитор. А телефон у вас есть? Есть телефон, да. Маленький, на меня подарили. А вы не знаете? У меня нет. Вот такой вот. Видно, нет? Да, да, да. Ну вот и все. Вот так вот открываешь и звонишь. Это мне подарили. У меня ничего своего нету. Я все раздал. Да Господь так сделал. Мы живем не для себя, а для Бога. Чтобы было людям хорошо. У вас здесь есть? Вот смотри, слушай внимательно. Мы уже об этом говорили, что если в скайп будете заходить, то очень желательно, чтобы с вами был или отец, или мать. Чтобы они увидели, что ничего плохого тут нету. Ну, иначе родители будут беспокоиться, скажут, к чему ты разговаривал, что тебя научили, а что все открыто у нас, и мы ничего не добавляем. Вы когда увидите там дальше, так как ребятишки наши там, как занятия идут, дальше увидите, вот дети, зарядите только в этом, там поисковик есть в Ютубе-то, и вы увидите, какие у нас девочки. Таких красивых нигде нету. Это как ангелы, как они одеты. Это все это понимают. Вот у нас одна девочка, тут же она занятия ведет. У ней больше ста грамот. Она играет на фортебьяно, и там классику исполняет. Ну, в разных там городах, где соревнования идут, она всегда первое место занимает. Талант. У нас очень хорошие. Если учатся люди, почти все с красными дипломами. Вы были хоть раз в Татарске? Нет, да, там, допустим, Новосибирске, да, Татарство, Новосибирская область. Думаю, были. Мы все это прошли. Мы посетили 650 городовых сел. И в каждой я дарил полный комплект. В Татарске вы можете спросить мои книги в библиотеке в Центральной. Игнатия Лапкина. Я сейчас... Правда есть? Я не помню сейчас, но кажется, мы там были. Потому что мы все районы Новосибирской области проходили. Мы везде дарили... Я дарил 38 томов книг, которые у меня вышли. 38 книг. Это 750 евро стоит. Ну что, давай прощаться. До свидания. Храни вас Господь. Да благословит вас Господь. Нигде в чужие дома не заходите. Все везде беда. Прямо домой бегом и все на этом. А когда идешь, три поклона положи там, не знаю, как вы зовете, мама, папа или... Скажи, благословите меня, чтобы Господь меня сохранил. И вы будете неуязвимы. К двери подходишь, когда... Перекрестись и скажи, отрекаюсь. Сатаны и дел его. И иди с Богом. Ничего тебе не будет. Тебя Христос будет... Ангел-хранитель тебя будет оберегать. Нигде не учись. Плохие слова, говорит, там, курить. Даже в рот не бери никогда. У тебя жизнь будет другая, светлая, чистая. Но все с Богом.